2018 был достаточно непростым для органов внутренних дел, заявил сегодня глава МВД Почувашии Сергей Нияскин. Сотни сотрудников обеспечивали безопасность на выборах президента страны, чемпионате мира по футболу и других крупных событиях. При этом удалось достичь и заметных результатов в оперативной службе. Итоги прошлого года подвели на заседание коллеги МВД. Сергей Нияскин отметил, в 2018-м удалось привлечь к уголовной ответственности лидеров и активных участников преступных группировок. А количество раскрытых преступлений увеличилось более чем в два раза. Одним из приоритетных направлений прошлого года стала борьба с наркобизнесом. Из незаконного оборота сотрудники МВД изъяли больше 75 килограммов наркотиков. Это почти в два раза больше, чем в 17-м. Кроме этого, на треть сократилось количество разбоев, поджогов, грабежей и угонов. Почти на 8% сократилось число зарегистрированных преступлений. Основной причиной здесь является как снижение уровня криминогенности на территории республики в целом, так и усиление профилактических составляющих. Меньше совершено особо тяжких преступлений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, в том числе из квартир, мошенничества. В два раза меньше совершено убийства. Уровень доверия населения к полиции в Чувашии по-прежнему высокий. Это подчеркнули в МВД республики один из главных показателей эффективности работы. На заседании коллегии наградили и отличившихся в службе. Начальникам отделов МВД «Аллатрский», «Комсомольска» и по городу «Канашу» вручили ключи от автомобилей и премию за хорошо организованную работу полиции.